Майнкрафт Данжен А мы начинаем. Поехали! Сему раз злобных ведьм, обитая в самом сердце этого мрачного болота, они ваяют всевозможные зелья для архизлодеянина и его растущей армии. Если не найти и не победить их, злодеяне станут неодолимыми. Но ступайте осторожно. На болоте водится множество ужасных существ. Ну что могу сказать? Идем! Новая цель! Найдите Ваева! О, а вот и монстры! Лук новый выпал хорошо! Сначала уничтожу монстров, потом посмотрим на лук. Круто! Новый уровень! Сейчас что-нибудь зачаруем. Так, но новый лук это охотничий лук. Он явно лучше моего. Везет! И зачарования на нем хорошие. Зачаруем на дикая гонка. Так, ни на что больше нельзя. Нет, нельзя. Идем дальше. Кстати, зачарование на дикая гонка заставляет мобов нападать на других. Да, динамит! О, а вот и ведьмы! Поехали! О, а! О, а! О, а! О! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 А жнец будет вместо пирострелы. Так, новый сундук. Что же там? Легендарное оружие. Палаш Венова. Круто, он создает отравленное облако после удара. Кто вообще переводил Майнкрафт Данженс? Это же ядовитый палаш, а не палаш Вен. Так, еще один сундук. Новый охотничий лук. Он лучше старого, поэтому старый продаю. А зачурую, пожалуй, на динамы или лучезарный выстрел? Пожалуй, на лучезарный выстрел. Идем дальше. А вот и противники. Ведьмы очень сильно отличаются от своей версии из оригинальной игры. Здесь они просто кидают зелье, которое создает отравленное облако. Так, похоже, мы рядом с выходом. А вот и он. И сразу нас встречают зомби со скелетами. О, хижина ведьмы. Кстати, что это за грибы? Кстати, что это за грибы? Мухоморы. Новый уровень. Интересно, а мы можем что-нибудь зачаровать? Ненужную броню продаем. Похоже, ничего. Идем дальше. Это что ли там обсидиановый сундук? Кстати, обсидиановые сундуки – лучшие сундуки в Майнкрафте Данженсе. Вау! Новый палаш. И бесполезная удочка. Удочку сразу продаем. А вот палаш сильнее моего ядовитого. У него есть хорошее зачарование. И сам он сильнее. Старый продаем. Зачарую на вампиризм. И на трудолюбивые пчелки. Ну и как на эту башню забраться? А вот как. После ударов теперь шанс появления пчел. О, динамит. Архизлодеяль? Стоп. Это котел? Зомби? Кадавры? Из котла выпрыгивают фиолетовые слаймы? В смысле? Пришло время для панаря души жнеца. Похоже, котел – это босс. Котел, что ли, восстанавливаешь здоровье? Так, отходим от котла. Он создал огонь вокруг себя. Лечимся, лечимся. Нужно уничтожить котел. Динамит, хорошо. Кидаем его в котел. Бьем котел! Бьем котел! Бьем котел! Бьем котел! Пчелы, помогайте! А, сейчас умру! Стоп. Это, что ли, его пчела убила? Хотя, это логично. У него оставалось мало здоровья. Так, что мы получили? Удочку продали. Легендарная броня – янтарная матья. Старую броню продаем, а новую зачаровываем. Зачарую на пчелиный кувырок и на сюрприз. Кстати, я хорошо выгляжу в этой броне. Стоп. Это, что ли, тут жителей не освобожден? Торговица сблокирован. Упаковщик подарков. Победа! Поставок зелий для архизлодеянина больше не будет, а ведьма еще долго не оправится от такого удара. Так, посмотрим, что в сундуке. И это… Опять бесполезная удочка. Что ж, а на этом прохождение мокрого болота закончено. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Также же можете написать комментарий. С вами был я, Кловар. Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok